Дата празднования Дня сотрудников органов следствия была выбрана не случайно. Именно 25 июля 1713 года именным указом Петра I был учрежден специализированный следственный орган России – Следственная канцелярия. Дело, начатое более 300 лет назад, успешно продолжают сегодняшние следователи. Лучшие из них в честь праздника получили грамоты из рук главы города Сочи. Сейчас наш город находится на подъеме. Мы действительно очень серьезно подняли уровень курорта. Естественно, что город очень востребован. И благодаря вашей службе, благодаря службе ваших коллег из правоохранительного блока, я как мэр города уверенно при презентациях курорта заявлял и заявляю, что я гарантирую вам безопасный отдых на нашем курорте. Это здорово, потому что мы имеем право такое сказать. Сказать с уверенностью, что жизнь и отдых в Сочи безопасны, можно благодаря упорной работе следователей. Только за шесть месяцев текущего года в территориальные следственные отделы по городу Сочи поступило почти полторы тысячи заявлений граждан о преступлениях. Возбуждено более 200 уголовных дел. Расследовано 280 преступлений, представлявших наибольшую сложность и вызвавших общественный резонанс. 107 из них относятся к разряду тяжких и особо тяжких. В связи с тем, что город Сочи – это курортный город. И, как правило, если что-то случается, то надо действовать максимально быстро, поскольку, как правило, либо потерпевшие свидетели, очевидцы – это приезжие гости нашего города и по истечению непродолжительного времени уезжают из города. Поэтому делать надо все максимально быстро и качественно. Мы стараемся справляться. Руководство видит нашу работу и, я думаю, оценит. Между тем, сотрудники Следственного комитета Сочи не только успешно раскрывают преступления, но и занимаются благотворительностью. Так они взяли шество над сочинским домом ребенка, а также регулярно оказывают помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Галина Захарова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.